Мы можем кинуть клич, то есть каждая колонна готовит инициативную группу, которая идет, но не просто так, то есть они собираются заранее, они изучают песни. Мозговой штурм решено было провести в молодежном центре метро. Здесь собрались все заинтересованные стороны, представители органов самоуправления, думы города, образовательных и общественных организаций, учреждений культуры и спорта, добровольцев, представителей средств массовой информации. Проект плана составлен, но мы хотим услышать мнение их прежде всего, что изменить, что дополнить. И сегодня вот мы видим, что те люди, которые здесь участвуют в программе мозгового штурма, уже высказывают свои мнения и пожелания. И хочется верить, что благодаря вот такой вот форме работы мы сможем не только приукрасить, но и внедрить какие-то новые формы, элементы в наши мероприятия, и это станет такой некой визитной карточкой нашего города. Задачи, которые пришлось решать, требовали смекалки на охотчивость и умение налаживать коммуникации и высокого уровня интеллекта. 20 минут на обдумание, 3 на выступление. Далее оппоненты и эксперты высказывали свою точку зрения. Ставьте, когда бессмертный проб пойдет с портретами и в стилизованной форме, это будет гораздо эффектнее. Идеи могут быть реализованы как в городе, так и по всему округу участников стратегической сессии предложений масса. Мы бы хотели показать каждую национальность, каждую республику, которая участвовала в этом мероприятии. Это в национальных костюмах, в табличках, можно символики, которые были в Советском Союзе у каждой республики. Мы имеем возможность высказать свое мнение по организации тех мероприятий, которые были бы интересны и значимы, и которые бы помогли в популяризации истории нашей страны, в воспитании гражданско-патриотических чувств. От каждого просто очень много идей, есть что выбирать, уже прям идеи в голове копятся. Будем сейчас предлагать эти идеи и уверен, что это празднование пройдет на высочайшем уровне. Споры, поддержка, сомнения и в конечном итоге будут выбраны лучшие предложения. У нас работа ведется по шести направлениям и в итоге нашей стратегической сессии мы предположили, что будет уместно собрать по три представителя от каждой рабочей группы. И совместно с организаторами, которые будут проводить дальнейшие мероприятия по празднованию 75-летия Великой Отечественной войны, как раз таки объединить усилия и для того, чтобы и общественность приняла участие, и организаторы. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей. Да, да, да.